друзья всем привет сегодняшнее видео будет в формате будни автоподбора то есть тут будет слегка и трешничок будет и такая легкая невозможность выполнить заявку и тот принцип которого мы поддерживаемся в общем все будет в куче смотрим будет очень интересно все петли там где сидение ржавые шумля до сих пор уничтожить не дякую закрываем ржавый хлам только что была эпичная хрень вон дырка выбитый зуб вот номер и упал он ровно после слов когда попала заявка hundai tuxon 11000 долларов нужен целый и у нас в это время отвалился номер и вот возможность выполнения заявки именно по hundai tuxon сейчас мы покажем потому что у нас есть подобное в работе хендай tuxon 11 года сколы на фарах сколы на переднем бампере бампер не на месте посеченные туман посеченный бампер радиаторы целые визуально крыло в перекрасе под толщиномер кожа вытертая на сиденье подлокотник зачуханный руль чехле не перешивался руль порог краска сбита царапин много стекла динства вода машину нужно химчистить грязная покоцанный пластик лючок не окрашенный крышка задняя перекрашивалась полный накладка хром послазил приколхожена лента какая-то не скрипела пластик порог также покоцанный поцарапанный рыжик карта я повытирала краску на двери охраничитель двери уже не держится царапина на ручке состояние сиденье не очень кнопки вытерты рычаг вытерт куча ковр ковер грязный на крыше есть смятины на крыше есть смятины вот еще царапина так что вот царапина через всю крышу мотор визуально сухой но грязный внутри три трещина на фаре и затертость на фаре пластика не хватает здесь это был самый целый экземпляр это была машина действительно не битая но она была настолько уставшая это при ценнике в 10800 долларов это с учетом того что несколько месяцев назад самый дорогой который мы находили на рынке украине стоил десятку сейчас 10800 а вот такие вот современные удрочи но эта заявка еще не закрыта поэтому здесь эпизодическое видео возможно будет потом еще но для того чтобы показать то что есть вот вам результат в комментариях часто проскакивает почему вы не показываете как происходит в принципе детальный осмотр так как это было раньше окей сказано сделано ребятки пожалуйста вперед смотрим следующие 10 минут как идет осмотр кому не интересен осмотр проматываем аж по моему до 18 минуты и смотрим дальше видео но тем кому интересно посмотреть как происходит осмотр пожалуйста смотрим наслаждаемся будем смотреть хонду аккорд тринадцатого года значит крылышко здесь снималась ремонтировалась и красилась здесь она по верху нормальная по нему вопросов нету здесь основная проблема вот здесь вот удар был в порог вот здесь вот подминалось все вот здесь этот кусок он состоит из шпаклевочки то есть он здесь рихтованный рихтованный вот видно прям кант обработки шпаклевки вот здесь красилась и порог здесь с этой стороны ремонтировался и красился в проеме здесь целая по зазорам все более-менее симпатично арочка целая здесь по верху тоже зазор симпатичный единственно закушенная резиночка надо ее поправить стекло здесь стоит оригинальное целенькое все хорошо капот здесь накрашенный оригинальные вопросов по нему нету так по фаре эффектов каких-то глобальных не видно чуть-чуть в сколах можно восстановить бампер не стоит на месте ну где-то наверное цеплялись бампером потому что бамперок болтается надо поправлять его опять же вот есть скольчик небольшой потом что здесь еще бамперок у нас скрашенный понятно но не знаю не вижу я где проблема была какая-то так вроде бы все визуально на месте фара сидит на месте здесь у нас подкрылочек сидит на месте в проемах все нормально я не вижу каких-то на подъемнике увидим под диском у нас проблема какая слегка царапана этот диск резина у нас кумху крыло передне левое у нас ремонтированное и окрашенное причем все крыло это оригинально родное но оно снималось и красилось кстати вот хондовское стеклышко оно ремонтировалось и красилось по зазорам сидит нормально здесь чуть-чуть получается прилетало где-то и здесь уже все в заводе все хорошо каких-то сколов царапин нет опять же в битуме все вот в этом мелком это надо все поубирать бордюр с этой стороны у нас целый по всей длине он с ним ничего не было дверь передняя левая целенькая по ней у меня вопросов нет по покраске опять же слегка зацарапанные ручечки оригинальное стекло хондовское ветровички целенькие все с ними нормально стекло целое поворотнички не разбитые но слегка притертости на стекле есть так не вмятин каких-то она не видно на двери есть у нас чуть-чуть скольчки как обычно на торцах дверей сама дверь у нас крыло здесь тут не снималось на месте все делалось дверь у нас здесь тоже не снималось в проеме здесь у нас все живенько все хорошо вопросов нет в карте дверей как обычно чуть-чуть затертости на ручке пластик не зацарапанный ничего здесь все хорошо низа дверей тоже не битые с ними все отлично сиденья выглядят добротно не затертые с ними все хорошо регулировочки работают все проверили руль у нас заводской никаких проблем я по нему не вижу подлокотничек живой не затертый ручка тоже очень симпатично выглядит пластик здесь по салону симпатично потолочек серенький чистенький вопросов нет по стоечке тоже вопросов никаких я не вижу подушку проверяли подушка стоит сразу посмотрим задняя дверь задняя дверь у нас опять же не снималась все на месте все хорошо она у нас не крашеная тоже вопросов по ней нет ни по низу ни по верху порог с этой стороны тоже не крашеный здесь все отлично каких-то изъянов не видно опять же отбитого почистить чуть подполировать около ручек хром у нас сидит на месте единственное камушком попало вот сюда и ржавчинка чуть пошла крышу сразу глянем по крыше у нас все хорошо вопросов нету заднее левое крыло целое не битые выбитости от камней нет опять же почистить от битума и все будет хорошо на дисках есть следы деградации краски но алюминиевый диск начинает обладать уже потихоньку бампер задний у нас снимался красился по зазорам чуть-чуть играет снизу посмотрим прилетала серьезно или нет по зазорам по крышке багажника здесь все хорошо крышка багажника здесь не крашеная все отлично есть затертость этот полируется элементарно это к деньгам так здесь у нас все хорошо бамперы следов шпаклевки ремонта не видно не могу сказать усадки какие-то то есть здесь все отлично трубы у нас чистый выхлоп чистый катафотики на месте нормально хромчат на месте крышка багажника снизу с ней все отлично все замечательно стекло заднее оригинальное крышка багажника снутри здесь кантик целенький она не крашеная снутри тоже в проемах все родные точечки герметик сам багажник у нас обшивочки не затертые с ним все хорошо комплект ковриков идет так вот запаской запаска имеется имеется инструмент следов ударов заднюю панель не видно везде заводской герметик все отлично здесь небольшие следы потертости такое тушилочка целая здесь все хорошо по бамперу заднему все сидит на месте есть небольшие такие вот скольчики опять же резина вот притерлась где-то подрезалась здесь у нас бридж стоун резина то есть резина у нас разная стоит стойки целые крыша с этой стороны целая проемы здесь целенькие здесь ничего не снималось не крутилось все отлично здесь тоже все хорошо ремни все у нас клипсы на месте то есть ремни не срабатывали все как надо порог у нас красился где-то до вот этих пор удар был в передней части красился где-то до сюда так сама дверь опять здесь внутри целая средняя стойка здесь целая петли не снимались не крутились все отлично подушки на месте в ремнином месте вот порожек снимали наверное для покраски здесь переходик делали здесь все все хорошо ну дверь снималась понятно что ей снималось крыло и вот все видно сама торпеда у нас целенькая вопросов по ней нету то есть все в заводе лифт работает бардачки сиденья не затертые ну понятно здесь чуть-чуть хромчик заэксплуатированный так в общем все нормально глянем самый под капотом значит фары у нас оригинальные стэнли стоят они не ремонтированные несущие каркасы несущие элементы конструкции целые здесь ничего не видно по ним чтобы что-то было крыло здесь не снималось на месте красилось стакан у нас целенький аккумулятор уже миненный так здесь у нас все отлично тасольчик так тасол сирительный бачок в уровне вентиляторы на месте диффузоры на месте ничего не не болтается все здесь хорошо потеков масляных по двигателю нет есть небольшое запотевание на передней крышке но это проклад с клапанной крышки подтекание с этой стороны у нас тоже все несущие конструкции целые касательно лонжеронов но визуально целые каких-то следов удара вообще не вижу я по ним все очень очень нормально ролик по моему миненый вот очень так свежо выглядит фарка целая здесь тоже элементы все целенькие здесь все отлично но крыло здесь снималось опять же здесь все отлично обшивочка подкапотная целая не провисшая то есть ее не мыли она нормально себя чувствует так все сейчас поразоведем проверим жидкости и на подъемник и электрику будем проверять посмотрим снизу машинку значит трещины по шпаклевочке украски вот где место удара было здесь у нас все нормальненько так здесь все хорошо тяги меняные порог сам снизу вот так вот выглядит не битый но с очагами вот обработать бы опять же очаги коррозии можно остановить еще пока не поздно так по центру по глушителю все нормально по усилителям все живенько ничего машина нигде не прыгала пыльнички у нас целенькие течень каких-то по рейке не видно по пыльникам шрусов никаких здесь все хорошо по двигателю по двигателю здесь небольшое запотевание вот по поддону второму по верхнему опять же здесь все хорошо ударов по переднему подрамнику не было сейчас небольшие подкрылки крепеж бампера амортизаторы сухие не потекшие лонзероны целые по ним ударом никаких не видно следов вмешательств не вижу здесь то что видно с клапанной крышки сверху подтекает сейчас посмотрим самая верхняя точка это клапанная крышка да ремешок целенький живенький сальник живой все опускаем дальше имеем автомобиль который якобы не битый якобы не крашеный за исключением двух бамперов который был поврежден при легком столкновении передний бампер и при легком столкновении задний бампер выписку с карфакса мы прилагаем точно так же по звонку когда смотрим автомобиль задаем вопрос а что же крашено ой ребят там крашен только передний бампер а задний поставили цвет машина вся в огнях машина вся идеальная едем смотреть Hyundai Elantra и значит по факту такие вот зазоры бамперы есть фару надо полировать уже немножко зазоры тоже здесь не в зазорах парктроники отсутствуют решетка тоже стоит не в зазорах не знаю получится сфотографировать но короче не в зазорах тоже парктроника нету заглушка короче вот в таком состоянии противотуманка тоже не сидит на месте как попало палец сюда влазит бампер тоже здесь с этой стороны не стоит на месте капот раз десять красился да ладно вот 1900 ха ха а тут блин вообще не пробивается походу тут шпаклевка еще 1700 но я такого бреда еще не видел блин 900 300 1000 тут не пробивается тоже не пробивается не пробивается 500 для тех кто не понимает вообще о чем речь я поясню капот шпаклеванный изнутри то есть есть понимание что он был заломанный для того чтобы скрыть следы того что он был классный хороший практически никто в капот все внутри не хлопать Сережа начал его хлопать потому что глянец краски отличался от этого и поэтому он его прострелил и этот капот шпаклеванный как снаружи так и изнутри тут тоже он покосан наверно тоже не будет пробиваться нет тут пробивается 91 ну походу только вот здесь в шпаклевке дохера 1400 тут не пробивается тут тоже не пробивается 1200 есть легенькие щасы по диску колодка до конца не прилегает к тормозному диску крыло это менялось красилось доходу тейп стойка тоже красилась крыша тоже красилась вот под лаком вот под лаком 214 165 дверь тоже красилась шпаклевки не вижу но красилась а вот шпаклевочка пошла от ручки порог тоже в бахнутый был тут даже не пробивается здесь человеку не хватило лака наверно матовая кусок бампера кусок бампера попробую поймать вот глянец а вот мат крышка багажника тоже красилась вот есть легкая пыль что тоже красилась ну да 200 600 500 даже пленочки переклеили дверь это нормальная водительская дверь тоже красилась порог живой передувался зазор здесь понятен ну как бы так ремни все работают здесь по стойке есть даже пыль под лаком короче не то пальто значит что по повреждениям ну вот сделали такой вот козлячий ремонт ну капот меня порадовал реально порадовал это машина мрачная но есть другой экземпляр ну там правда уже про другое там про цыганское движение это то что вот раньше было модным в 90-х откуда оно зародилось что такое цыганский движ а я щас покажу что такое цыганский движ до элантра значит по морде Тайвань фары стоят по зазорам сказать что совсем все погано то нет нормально ходовые огни по оригиналу стоят здесь все четко приехали из черти тоже типа покупатели позже меня начали тут ходить козу водить а подождать никак нельзя а вот реально я вам мешаю? да мешаю чем я мешаю? я так же приехал к вы я не спорю ну подождите посмотрю я машину потом будете смотреть на голову лезть ну а кто? да нормально я общаюсь что обязательно на голову лезть? кто вам на голову лезет? я приехал к человеку смотреть машину я тоже приехал смотреть машину вот так смотрите что в чем дело господи на что смотри да короче приехал конь блять реальный машину толком я смотреть не могу так вот что такое цыганское движение это когда создается искусственный ажиотаж как будто бы вот классная машина вот надо брать сейчас потому что уже пришли следующие уже не остается времени не дают устраивают психологическое движение ну у нас высокий уровень психологической устойчивости и нам такой номер слегка не влезет но получилось ржачно если вдруг вы не хотите быть обманутым или же попасть в такой движняк где можно запросто принять ненужное решение обращайтесь в нашу компанию мы вам с радостью поможем мы осмотрим какой-то выбранный автомобиль или же выберем автомобиль под ключ ну а с вами был Николай Тарануха Киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока еще было бы классно ставить дальше тот срач который был но это уже наверное будет другая история когда вы не видели это было не так что не